Намасте! Это Женя Тимонова и все как у зверей программа о том, в кого люди такие. И по моему традиционному одеянию вы уже догадались, что мы в Финляндии. Шутка, мы в Индии, в стране богатых традиций, для того чтобы по традиции поговорить с вами о сексе. Традиционно считается, что самцы от природы склонны к полигамии и к случайным связям по принципу, чем больше, тем лучше. А самки наоборот, от природы моногамны и предпочитают иметь одного партнера, но качественного. Однако жизнь показывает, что женский план нарушает эту традицию направо и налево. Поэтому, парни, поймите меня правильно, я не собираюсь полоскать здесь ничего грязное белье, как вот наши традиционные индийские женщины, однако же дам вам несколько поводов начать что-то подозревать. Например, может чисто теоретически оказаться, что ваша подруга вам не совсем верна, если у нее есть странная привычка кричать во время секса. Вообще-то шуметь при спаривании это ужасно рискованно. Трахающийся еще более беззащитен, чем писающий, и поэтому привлекать себе внимание в этот момент это очень чревато. Вот, например, в желудке у летучих мышей нашли мух. Много мух. И ужасно удивились, потому что мухи летают днем, а мыши ночью. Как они вообще встретились? Стали разбираться и оказалось, что да, действительно мухи ночью не летают, зато они испариваются и достаточно шумно. И мыши наловчились пеленговать их по этому звуку и ловить вот прям тепленькими сразу по две. Очень удобно. Ну а тем не менее самки-шимпанзе, невзирая на все опасности, продолжают громко орать во время секса. Потому что они хотят оповестить всех самцов в округе, что кое у кого тут эструс, и было бы глупо такой праздник пропускать. А вовсе не в значении, о да-да, ты мой единственный. Хотя, между прочим, может быть и в этом тоже. Есть мнение, что они так шумят для того, чтобы самец лучше их запомнил. И когда у нее родится детеныш, считал себя его отцом и заботился о нем. И, соответственно, чем больше народу ее вот так вот запомнит, тем лучше будет для ее детеныша. Потому что иногда выгоднее быть сыном полка, а чем полководца. По крайней мере, у шимпанзе. И вот, кстати, что интересно. Больше всего шумят низкоранговые самки, когда спариваются с высокоранговым самцом. Но только в том случае, если рядом нет нигде высокоранговой самки. Потому что в этом случае она может прийти и просто и накостылять ей за... Да ну и так понятно, за что. Дальше. Ваша самка может оказаться не только вашей, в том случае, если у вашего вида принят оральный секс. Такое может быть, если вы, например, крылан. Индийские зоологи обнаружили, что самцы индийских же крыланов вылизывают гениталии своих самок перед совокуплением. И таким образом убирают оттуда сперму предыдущих партнеров. Ну и это было бы понятно. Нормальный мотив. Но самое странное. Они проделывают это не только до спаривания, но и после. Да, похоже, им просто нравится процесс. Если у вашего вида принято угощать самок и дарить им разные полезные подарки. Вообще-то это прекрасная традиция, которая очень повышает шансы потомства на выживание. И поэтому она активно поддерживается естественным отбором. Но точно так же активно поддерживается естественным отбором и желание самок заполучить этих подарков побольше, побольше. Вот, например, сверчки в качестве брачного подарка дарят своим самкам частицу себя. Притом никакую бесполезную руку или сердце, а капсулу с питательными веществами, которую он выработал вот этим вот собственным организмом. И это очень дорогой подарок, потому что самцы, лишившись ее, живут меньше. А самки, которые ее приняли, наоборот, живут дольше и яиц откладывают больше. Поэтому, представляете, как они за такими подарками охотятся. Также вам стоит заподозрить неладное, если детей полностью повесили на вас. Например, вы, самец, живущий прямо вот тут, у нас на этой речке, индийской яканы. Вы построили гнездо, самка отложила туда яйцо, вы его высидели, птенчик вылупился, вы за ним ухаживаете, кормите его, но мать его видите очень редко. Она как-то все время занята. Нет, ну конечно же она занята, у нее же гарем. А вы что думали? Самка яканы, которая имеет несколько постоянных партнеров, может отложить в четверо больше яиц, чем самка, которая имеет вас одного. Да, кстати, совершенно не факт, что биологическим отцом вашего птенчика являетесь именно вы. Но прежде чем вы решите, что, дорогая, нам надо поговорить, вспомните, что ваша дорогая в полтора раза вас больше, да и говорить не умеет. Дальше. Если вы можете очень долго. Заниматься сексом 3 часа, 10 часов в сутки, да наш вот индийский палочник, он может и больше. Просто потому, что для него это единственная возможность убедиться, что в это время с его самкой не спаривается никто другой. Ну и сами понимаете, что секс в значении занято подразумевает наличие очереди. Или наоборот, если вы делаете это очень быстро. Например, вы, самец птички, лесная завирушка. И весь ваш куетуз длится меньше секунды. И кто-то скажет, ха-ха-ха, да, мыши могут больше. Но вы-то знаете, что эта сверхспособность дает вам возможность спариваться с абсолютно любой самкой вот буквально на лету. Ее мужик даже ничего не заметит. Но проблема в том, что и вы не заметите, что в это самое время с вашей самкой кто-то... Ай! Впрочем, я бы изначально не очень доверяла тому, кого называют лесная завирушка. Да, и кстати о мышах. Если вы грызун и ваш пенис оборудован шипами, крючками, выступами, штопорами, отвертками, гаечными ключами 6х12, то это вовсе не потому, что вы решили придать остроты вашим отношениям. Нет! Просто предыдущий партнер оставил в половых путях вашей самки пробку из твердого резиноподобного вещества, и теперь ее нужно оттуда извлечь. А это бывает очень непросто. Вот хорошо белкам, например, вот этим вот нашим пальмовым индийским белочкам. Их самки очень гибкие, поэтому наловчились вытаскивать эту пробку верности из себя сами. Ну а, например, самки-агути или морских свинок и прочих таких неуклюжих грызунов так не умеют. И поэтому пенисы их самцов устроены как набор домашнего мастера. Так что не только немецкое порно начинается с того, что к женщине приходит сантехник. Или, например, если у вас большие яйца. Да, это характеризует не вас, а вашу самку. И характеризует ее как любительницу развязать спермовую войну. Что это такое? В тот момент, когда вы думаете, что все только что великолепно закончилось, и отворачиваетесь к стенке и продолжаете штукатурить, для миллионов ваших гаплоидных генетических копий начинается адский квест. Там, куда вы так стремились попасть, им приходится совсем не сладко. Более того, кислые им там приходится. Их парализует кислая среда, они вязнут слизистые пробки, они подвергаются жесткой атаке иммунных клеток. А я, позвольте еще, что такое? Это же сперматозоиды предыдущего партнера. И кроме того, что вы боретесь с агрессивной средой, вам еще приходится сражаться с вражеской спермой. Но вы к этому готовы. Например, у человека абсолютно большая часть сперматозоидов предназначена для нейтрализации сперматозоидов противника. И только порядка 10% приспособлены, собственно, для оплодотворения. Ну а что вы хотели? Женщинам нужны лучшие гены. А самый простой способ определить лучшего – это просто стравить конкурентов между собой. Ну и понятно, что чем больше ваша армия, тем выше ваши шансы на победу. Вот поэтому у полигамных шимпанзе такие огромные тестикулы, а у гаремных горилл они такие маленькие. Дальше. Если у вас очень большой пенис. Например, вы человек, и ваш пенис самый крупный среди всех приматов. Вы, конечно, этим очень гордитесь, но гордость эта имеет привкус пепла. Потому что это, опять же, орудие спермовой войны. Разные затейливые эксперименты с объемными моделями показали, что размер и форма человеческого пениса очень неплохо приспособлены как для того, чтобы вытеснять из половых путей сперму противника, так и для того, чтобы просто обогнать ее. Ведь чем длиннее ваши 35 сантиметров, тем ближе к цели вы забросите свой десант. Нет, конечно же, мы давным-давно перешли к моногаям и нули хотя бы к гаремной системе, но, знаете, осадочек остался. Вот проводили эксперимент. Супругам какое-то время нельзя было заниматься сексом, а когда наконец-то стало можно, то исследователи замерили количество эякулята. Так вот, если муж и жена не расставались на время воздержания, то и спермы в их наконец-то было как обычно. А вот если на это время муж куда-то уезжал, а потом возвращался, то количество эякулята было гораздо больше и сперма была гораздо активнее. Вот оно, страшное эхо спермовой войны. Да даже если у вас охраняемый гарем, это еще ничего не гарантирует. Потому что при гаремах существуют гаремные воришки, наподобие гигантских каракатиц или пятнистых ящериц. Их мелкие самцы переодеваются самками, проникают на территорию гарема и плодят там новых гаремных воришек. Кстати, этот трюк очень изящно называется «клепторепродуктивная стратегия». А вот в гаремах морских котиках самки вообще сами перелезают через забор, находят себе там какого-нибудь симпатичного и гетерозиготного самца, спариваются с ним и, как ни в чем не бывало, возвращаются обратно. Посчитали и оказалось, что только порядка 23% самок вынашивают детенышей от владельца гарема. А остальные своими вот этими партизанскими вылазками делают очень важное дело – они разнообразят генофонд популяции. Потому что если бы у всей вот этой арабы действительно был всего один отец, даже такой крутой, это была бы дорога в ад, близкородственное скрещивание, что, сами понимаете, очень чревато. Ну а если у вас моногамия? Эту продвинутую брачную стратегию среди зверей используют всего 5% видов. Зато среди птиц она гораздо более популярна – ею пользуются до больше половины. Но что у первых, что особенно, у вторых – социальная моногамность вовсе не подразумевает моногамность сексуальную. Да, партнеры живут вместе, вместе ведут хозяйство, вместе выращивают детей, но иногда вдруг совершенно необъяснимо спариваются с какими-то абсолютно незнакомыми партнерами. Ну понятно, еще самцы таким образом распространяют свои генетические материалы, но зачем это самкам? А вот оказалось, что разнородная сперма повышает их плодовитость и делает потомство более жизнестойким. А с другой стороны, таким образом они могут бороться с генетической несовместимостью с собственным партнером. В природе это достаточно частая вещь и для моногамных видов может являться большой проблемой, потому что человек-то хороший, бросить жалко, а детей нет. Люди в этом случае тратят очень большое количество денег на то, чтобы оплодотворить свою семейную циклетку спермой какого-то абсолютно незнакомого им человека. А птицы делают это совершенно бесплатно. Дальше. Хотя вы же уже поняли, что у самок может быть много причин иметь много партнеров, но еще больше причин не особенно об этом распространятся. Поэтому давайте мы не будем нарушать традиции и продолжим считать, что самки от природы моногамны, а самцы полигамны, полигамны. И если что, я вам ничего не говорила. С вами было все как у зверей. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»